Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Давай сегодня поговорим про коллективное. Давай. Тут дай еще попал ролик черниговской, люблю ее. Сейчас включил. Отвечаю с конца. Очень важно попасть в руки хорошего учителя. А еще лучше коллектива. Отвечаю. Это сверх важно. Потому что все, опять же, я все про свое. Нейронная сеть. Все пишется, оно никуда оттуда не высыпется. Понимаете? Что написали, то написали. Если жизнь не сложилась и... И не должны складываться. Значит, такой текст там будет написан. Его, конечно, можно переписать, но его нельзя стереть. Он будет влиять на всю вашу жизнь. Поэтому, да, на второй вопрос ответ. Смотри. Я просто, когда услышала это, я даже не слышала какой-то вопрос. Я была в шоке. То есть, очень важно найти учителя в своей жизни. То есть, очень важно вынести на кого-то авторитет, ответственность. И стать под него. Не быть самим собой, а уже кто-то. Кто-то в твоей жизни определяет. Очень важно найти коллектив, который будет определять и загружать. Почему очень важно? Единственный ответ, потому что в это время загружается нейронная сетка. И формируются нейрончики. Оттуда ты ничего не сотрешь. И при этом тогда, возможно, сложится твоя жизнь, твоя судьба. Возможно, сложится. Кем-то сложится, не тобой сложится. А этим коллективом и этим учителем. И это архиважно, потому что есть какие-то нейронные связи, которые должны выстроиться и загрузиться. Я большего бреда в жизни не слышала. Палата номер шесть. Да. Она, видишь, она самой, как сказать, она коллективная превозносит как авторитет. То есть, это то, к чему... Это, знаешь, как стадо, и ты должен прибиться к стаду. Обязательно, да. Не должен быть. Если стая ворон, ты должен быть черный. Вот у нее это ключевое. У нее, на самом деле, сидит, как ни парадоксально скажу, у нее страх, просто панический страх. Она бешено боится вот этого... Осуждения, быть не такой, быть нехорошей, быть неудобной. Она смело говорит, но это смело, полностью соизмеримо с этим коллективом. Да, да, да. То есть, я уже не белая ворона, я уже в крапинку. Ну, не черная ворона, я уже в крапинку. У меня уже белое перо есть. Я бы даже не так сказала. Нет, я черная ворона, но я побольше ворона, покрупнее. Но она все равно черная, я бы так сказала. Я и нейрончик, который уже, ух, нейрончик. Да, у меня там много чего записано. Да, да, да. На самом деле, вот то, что она говорила вот в этом ролике, это одна из дико разрушительных вещей. Самая, да, ошибочная. Это ошибочная вещь. Ну, давайте начнем с учителя. Когда вы в своей жизни находите, или когда мы в своей жизни находим учителя, который загружает нас, на который мы выносим ответственность, который, который, который мы становимся адептами. И, в принципе, результаты вот таких вот учителей мы можем видеть. Ну, если мы возьмем любую религиозную секту, мы четко можем видеть, что у нас с адептами становится. Если мы берем религиозную, если мы возьмем научную секту, назовем это тоже своими именами. Разница лишь в том, что в религиозную ты можешь войти, а в научную еще попробуй войди, потому что там надо называть не секта, это каста. Это каста неприкасаемая. Попробуй туда еще, да, войди. Только высших неприкасаемых, да, попробуй туда еще войди. Но в любом случае это ровно такой же заход, как и в религию. И ты становишься таким же адептом, но от науки. Ты становишься на одно крыло, в крайность. Какая разница, ты будешь в духовной крайности или в материальной крайности? Ты будешь в крайности. И у тебя не будет гармонии, у тебя не будет всего в тебе. Ты часть выбросил. Наука превозносит материю. Материя первична, все остальное вторично. Нету никакой души, духа там и так далее. А может, если только мы докажем через повторяемость экспериментов. Но тогда теряется индивидуальность. Вот та индивидуальность, что теряется и у нее в этом ролике. И когда мы еще и коллектив ставим главным в нашей жизни, то это конкретное сектование. То есть ты должен, как все. Давайте сюда добавим программы совести. Это программы адаптации к коллективному. И все. Вот она объективная реальность. И вот ты уже ничего не создаешь. Ты уже соответствуешь тому, что создал кто-то. Она при этом и говорит, что и какие уже там подвязаны, те, какие заложены, ты уже не можешь их выкинуть. Она же так и говорит. Ну, смотри. Вообще меня она смешила. Ради чего ты это делаешь? Ты должен понимать, что у тебя в это время выстраиваются нейрончики. И то, что ты загружаешь, ты потом уже никуда не денешь. И, возможно, у тебя сложится судьба. Конечно, у тебя она сложится кем-то этим коллективным. Но тебя не будет. Как-то, но тебя там не будет. И ты будешь жить то, что Бог послал. Или то, что тебе Красная Армия послала, прошлый век возьми. Или фашизм послал, прошлый век возьми. То есть, на самом деле, какая разница, какое коллективное. Варианты. Но ты в объективной реальности. Где создателя потерял, где творца потерял, ты создаешь все. У тебя свой мир. Создай его целиком. И если тебе нужен учитель, ты не знаешь, что учителей не должно быть. Будь с ним на равных. И с благодарностью потом поучился, получил новое знание. С благодарностью разошлись. Или остались дружить. Это ты определяешь. И ты этого учителя создаешь в своей жизни. И если посмотреть вот с этой позиции, то тогда любой человек, который входит в твою реальность, это твой учитель. Вот это однозначно. Мы всегда обмениваемся. Любая информация, любая ситуация с человеком, это действительно нас чему-то обучает. Это наш опыт и знание. Это наш опыт и знание. Если с этой стороны смотреть, то тогда любой бомб, твой учитель. Тогда какой смысл его искать и становиться на колени? Ой, аллилуйя, я буду молиться, бабушка. Нет. То есть здесь вот этот вот ее ответ, когда во главу угла поставили нейроны, мозг управляет всем, мозг. Слушай, уже мозг вынесли из человека. Ну, Бога вынесли создателя, инопланетян, высшие силы, инопланетный разум, что там еще? Высший разум, Вселенную. Что еще вынесли из человека? То есть уже раздробили. Ну, давай уже и мозг вынесем. А печень, почки чего не выносит? А кишечник? Кишечник управляет мозгом. Почему кишечник не вынесем? Ну, видишь, она это... Это безумие. Да, она это преподносит так. Безумие от науки. Безумие от науки. Она это преподносит так, и смотри, при этом она остается... Она не выделяется белой, да? Но при этом она, как я говорю, увеличивается, большая. И при этом, смотри, она это произносит сильно, да? Уверена. Потому что у нее что есть? Наука подтверждает. Поддержка. Поддержка. То есть вот оно. Ей мозг сказал, и она выполняет. Ее же коллективное, да? Да. И она смело заявляет, потому что у нее есть поддержка. У нее есть на что опереться. И, знаешь, как... И ко мне не подходи с какими-то. У меня есть все четко. Покажи, где это написано, где что. У меня есть. А вот у тебя нет, если ей что-то предъявить. Понимаешь, но тогда себя для себя нету. И когда нет себя для себя, то будет вот этот страх. Этот страх несоответствия коллективному, он в дальнейшем будет перерастать в страх смерти. И будет идти автоматическое создание следующей жизни в надежде, что ты осознаешь. И ты не будешь управлять этим процессом. Но все эти ошибки, что ты сейчас не догнал, то есть вынес ответственность на учителя или на коллектив, получи фашист-гранату, в следующей жизни будешь осознавать. Вынес ответственность на третьих персонажей. Получи, будешь осознавать. Это все ровненько уйдет в следующий кармический цикл, но с другой стороны. А все для того, чтобы ты все-таки вернулся к себе. Вернулся к себе. На самом деле, и взял ответственность на себя. Это все для этого. И чем больше у нас появляется авторитетов, тем больше у нас появляется игр, в которых надо развернуться к себе. Да, к себе. И тогда получается, мы все дальше и дальше от себя, потому что больше игр. Конечно. Мы все дальше от себя. Но вот смотри, при этом даже реальность сама, тому же самому коллективному, помогает осознать никчемность авторитетов. Вот только вспомни моменты, я сейчас ржу очень часто. Вот даже как Байден выходил из самолета. Да? И вообще, как он выступал, как он медальки цеплял на спину там и так далее. Вот эти вещи. Но ведь он, он же президент, он же авторитет великого американского народа. Прикинь? И степ такой вселенский, ребята! То же самое, посмотри сейчас с религией, что происходит. Посмотри, степ над религиозными деятелями, как они себя проявляют, часики там и так далее. Ведь это же уже было, это уже было, это прошло, и это прошло как знак. Посмотрите, в вашей же Библии написано «Не сотвори себе кумира, не вынеси из себя авторитет». Да, но эта фраза перефразирована, вот она, множеством миров, множеством. Вот это, поэтому она не читается так, как читается суть, да? Правильно, если ты Библию прочтешь с позиции «Я создатель, я Бог», то, конечно, не сотвори себе кумира, потому что ты перестанешь быть Богом. Быть Богом, перестанешь быть создателем. И тогда это очевидно. Если ты всю Библию так перечитаешь, то, может, мозг на место встанет. Хотя там все перечитать, ты будешь ржать и успекаться. Да, если вот я хотела сказать, что если с этой позиции перечитать Библию, то от Библии останется, может, пять предложений, потому что все ты будешь отметать. Нет, просто будешь ржать, и развлекуха пошла. А заметь, великая книга, «Как вы смеете так говорить?» Сколько ее цитируют у нас там на Ютубе и так далее. И ты понимаешь, аминь, блин. Ты тут здесь ничего не сделаешь. Есть сознание, которое отсталое, спящее, хвостик. Есть сознание, которое просыпается, есть сознание проснувшееся. Трехточечная система. Вопрос, к какой части ты будешь относиться? К голове или к заднице? А надо? Или в середине тела будешь ехать? Именно середина тела решает, в какую часть, в какую сторону смотреть. В какую направлению, да. В каком направлении, да. Середина тела решает, я сплю или я просыпаюсь. В каком направлении будет ползти гусеница. И пока она ползет назад. И это очевидно. Назад и очевидно и именно в разрушение, потому что это и есть боль, это и есть старение, это и смерть, то есть деградация и конец цивилизации. Разрушение. Не развитие, заметь, а именно разрушение, потому что мы разрушаемся. Да. И смотри, сколько мы дали программ обучающих, сколько мы рассказывали, какие вещи мы пораскладывали. И удивительно, что это все, сколько в открытом доступе информации. И это все проходит просто мимо. Это все проходит мимо, и человек не способен это воспринимать. Мало того, человек еще воспринимает это и в штыки даже. Да, да. Именно в штыки. То есть для человека встреча с самим собой или прямо посмотреть себе в глаза, это просто невозможно, нереально. Человек не согласен смотреть правде в глаза, не согласен смотреть себе искренне в глаза. Больно? Больно. Потому что больно, с одной стороны, он может увидеть, как он ошибался и сколько наделал, ошибок, и ему становится больно. А с другой стороны, он просто бежит, сломя голову от себя, даже не оглядываясь. Это точно так же, как зайди где-нибудь в лес или в какую, не знаю, где ты видишь мусор, 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 мусор. То есть человек пришел в чистый лес, а лес оставил за собой мусор. Это вот без оглядки летящее существо. Оно катится, как камнем вниз, с горы ком. Недумающее, не чувствующее себя, а если вдруг почувствовал себя, то это больно, и поэтому лучше эту боль быстренько закрыть ложью, хитростью, любой абсолютно, увильнуть и тогда тоже снова спать спокойно. И за собой еще увлечь, чтобы не заметили твою ошибку, увлечь других, показав твою ошибку со стороны, что это правильная ошибка, как вот эта, как ее? Черниговская. Что это верное, единственное, верное решение. Ты знаешь, и все, и пошла ложь, пошла, и пошло разрушение. Ровно это же проявление человека будет, и оно в бизнесе есть, и наверняка многим, кто будет нас слушать, оно знакомо, это когда человек, например, поехал в какую-то страну и попал в полную клаку, да? Да, я поняла уже туда. Но там потратил кучу денег просто с задницы. И он понял, что он так лоханулся, и вот так от лохотронили отправив туда, да? Ну это же признаться в этом. Ну признаться, что я лоханулся, и что самому некомфортно. Да. И он тогда начинает рекомендовать всем съездите, вы поймете какой-то кайф, это стоит этих денег и так далее. Я с этим просто сталкивалась, я так однажды была, попала, съездила, и потом понимаю, что надо все называть своими именами. Да, далеко ходить не надо. Париж. Согласись, что когда ты слышишь слово Париж, у тебя что-то такое прям Париж, Париж, Десна в Париж. Да, Париж. И вот я с этим вот Париж, мне интересно было, и сколько картинок красивых, да, и с этим вот Париж, я поеду в Париж. И когда я приехала в Париж, и я увидела дымку, вот натурально дымку, то есть муть в глазах, муть в воздухе, но не физически, а оно лежало как сон налетом и грязь. То есть это как, и при этом я еще поехала в то время, когда не было зелени, да, и он как в чем мать родила Париж. И это плесень, это мусор, это натуральная грязь. Даже запах местами мне напоминал Бразилию, Рио-де-Жанейро. У меня был шок. Ладно бы я, я не говорила дочке, она точно так же сказала. У меня был шок. Понимаешь, и лишь только осталось вот это, но мы были в Париже, да. Я понимаю, сейчас деревья распустятся, да, цветочки, и это прикроется. Это вот прикроется, завуалируется, и опять хорошо все. Но сама суть осталась. У меня как след впечатления. Да, Париж красивый, архитектура красивая, но, во-первых, она однообразная. Но, да, но вот этот Париж, у меня его не осталось. Ты знаешь, самое прикольное, что в какой-то момент, когда ты попадаешь вот в такие истории, внутри возникает стоп, я больше туда не пойду, если ты честен сам с собой. Да, да, да. Я это чувство сейчас словила в Камбодже. Ведь тоже, я когда ехала в Камбоджу, я вспоминала, как мне рассказывали про Камбоджу. У меня много знакомых, кто побывал в Камбодже, и кто говорил, там пески, там чистейшая вода, там пустые пляжи, там такая вкусная еда, там, о, в Камбодже, да? А теперь, вот побыв в Камбодже, благо вот на понижение после Малайзии, в сравнении, вдруг я разговариваю с детьми, а у нас с ними есть договоренность, мы объедем весь мир, все страны. И каждую страну, мы ставим галочку, чтобы второй раз туда не ехать, только в редкие страны, где нам было очень хорошо, мы туда можем повторить, или там даже больше раз съездить. Так вот, когда мы говорили о Камбодже, я говорю, дети, а мы поедем, там рядом Мьянма, Бирма, Лаос, и, блин, где-то футболки отшивают, забыла. И вот дети так сидят, говорят, а может не стоит, в Индии уже были, и с нас вот так это. То есть, в какой-то момент ты понимаешь, что давайте, пускай там все разобьется. Если их надо там помыть дождями или океаном, ну давайте помоем. Если там надо какие-то катаклизмы, пускай пройдут там эти катаклизмы. То, что заставит общество и сознание двигаться. Двигаться в развитии. Вот когда они начнут развиваться, и когда они доразовьются до определенного уровня, тогда давайте пообщаемся. Это напоминает, знаешь, что вот ты видишь, есть бомж, и он очень хочет с тобой общаться. И ты можешь пойти к нему и сказать, вот я пришла к тебе, чтобы ты со мной поговорил. Зачем? Пускай бомж помоется. Пускай привезет себя в порядок. И тогда ты с ним поговоришь. А для этого у него должно возникнуть желание. У него должно быть желание, да. А без этого желания он будет сам себя разрушать дальше. И я о чем? К тому, что все, 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 что происходит у нас в мире вообще из таких катаклизмов, все, это наше разрушение себя. То есть, это наше нежелание двигаться, видеть, видеть, смотреть прямо себе в глаза. Понимать, что это, если это грязь, то эту грязь я делаю. Понимаешь? Если это болезни в мире, то эту болезнь кто делает? Конечно, мы ее сами делаем. И разносим ее еще. И разносим. Более того, смотри, как реальность это демонстрирует. Мы сами делаем болезни. Подождите, посмотрите, откуда взялся ковид, откуда взялись другие болезни. Да. Они пробирочные. Вот и все. Они направлены. Против кого? Против себя же. И как ты не вуалируй. Мышка убежала там или бомжик унес эту, как ты не вуалируй. Ну, разрушаешь ты сам себя. И создавал это ты. Для себя же создавал, чтобы самоуничтожиться. Я все время, знаешь, я все время, каждый раз, когда натыкаюсь в ТикТоке, в Инстаграм, на людей, которые подхватывают какие-то пугающие новости, да, и они это преподносят. Ну, эффект же сразу, это как Черниговская. Я заметно становлюсь, да, и преподносят это. Да. Понимаешь, у нас скоро не будет солнца, там, что-то, какая-то вспышка уже на солнце, которая, уже я сейчас не помню, как там, но это, это все, это конец приближающий, и это с таким, знаешь, лозунгом, с таким вкусом, аж ну слюни текут от этой информации, что я смог эту информацию донести, так, знаешь, везде так, слышишь, слышишь, и разносят, да, ты, что ты делаешь? Ты тоже, это то же самое, как разносится, ааа, там вспышка чумы, и все, теперь, и оттуда же, допустим, едут люди сюда, это чума к нам, вот уже здесь собака чумой заболела, образом я, да, и это, знаешь, вот это разносится вот этими сороками, сороками, которые без мозгов, извини, как есть говорю, потому что я на таких людей смотрю именно так, это, это, это люди, которые не, вот это коллективное, которым надо по Черниговской пристать, да, не думающие, что ты несешь, неси счастье, неси, замечай хорошее, твое направление, внимание, твое луч внимание направлен на, на разрушение, на камнем вниз, и это подхватывается, мало того, это подпитываются дети, подростки это впитывают, все, это настолько, Наташа, очевидно, как разносится грязь, ложь, хитрость, болезнь, разрушение, как это, это настолько очевидно, это ты просто вот видишь, и это сам человек делает, и при этом это делается все на эго, чтобы раздуться, раздуться, да, потому что своей игры нет, и тогда ты играешь в чужую игру, и удивительно, как повторяются чужие игры, и как они идут под копирку, особенно, вот, когда пишут, что нет там технологии Авертона, да, окна Авертона, или там нет технологий, там то-е-то, то-е-то, по психотехникам тем же самым, слушайте, любой процесс, который был повторен многократно в обществе, уже можно называть технологией, и будь то технология по психическим каким-то воздействиям, или будь то технология там свержения правительства, или будь там технология посадки на престол нового царя, или будь то технология там внедрения какой-то информации в какие-то бошки, и еще, ну, любые варианты, любые варианты, сейчас больше информационные варианты, это уже технология, если она повторена многократно, и когда ты видишь, что человек не в свою играет, играет игру, лакмусовая бумажка всегда, это у человека своя игра или не своя, если у человека не своя игра, то чья, чья, вот там, где вопрос чья, там будут деньги, и вопрос, кто финансирует, тот и играет, все, тема закрыта, однозначно, но тут хотя бы ты тогда, если ты копируешь, да, то ты хотя бы выбирай и думай, что ты копируешь, это вот как раз таки, опять-таки, о разрушении или о счастье, да, или о счастье, копируй счастье, разноси счастье, хотя бы, если ты уже ксерокс, ну, автомат, программа, то это бесплатно, найди платно счастье, создай, найди счастье, ну, ты же думаешь, что ты разносишь, вот эти все разносчики спама, казалось бы, но за очень большим количеством спама стоит финансирование, конечно, я просто поражаюсь, когда запускается новая, вот такая же, когда несут, вот уже грибочки, как с грибочками тема, меня она вообще шокирует, кто сказал, что у бабы-яги висели мухомор, кто сказал, где это написано, в каких сказках это было, никогда этого не было, кто сказал, что она жрала мухоморы, ну, вспомни хоть одну сказку, не было такого, буквально, я могу сказать, было что-то, про мухоморчики, сталкивалась я, где, не знаю, я не могу сказать, знаешь, где, картинки появились, особенно последние три года, может пять, очень активно появились баба-яга с мухоморчиками, и ты визуально воспринимаешь, бум это проваливает, я понимаю, ком ты уже ведешь об этом мужике, но на этого мужика, когда смотришь, просто когда ты смотришь чистыми глазами, да, прямо смотришь, то ты понимаешь, ты видишь сразу саму суть этого человека, там деньги, там злость, там агрессия, там жесткость, жестокость, там разрушение, уго-го какое, и прикинь, к этому разрушению, если не видеть, что в нем сидит, да, и человек летит, доверяет ему свою жизнь, да, грибочки, как ты думаешь, разрушительная сила ему подарит жизнь, счастье, или разнесет его жизнь, покавишься в Драбадан, в Драбадан, да, вместе с его печенью, и потом очень хорошо впишется через трансплантацию к инопланетянам, вообще, вот ты глюк словил, инопланетный, это инопланетяне, и пошло, 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 уже все туда зреет, это все, все вышло из США, и все приходит туда, и это все попытки создать новую игру, дурную игру, но, а своей нет, а своей нет, это все для масс, для коллективного, кто к ней подключается, тот в нее играет, а себя тогда нету, видишь, получается, у Америки игра была всегда, да, потому что там было управляющее сознание, которое это осознавало, померло оно, а на нашей половинке шарика не было игры, она была, но она сворачиваться начала, причем глушиться начала, не имеешь права иметь своей игры, спрячься, будь как все, будь как все, то есть, понимаешь, заглушалась вот эта сила, на самом деле, мощь, и когда открылись границы, да, то что получается, ведь интерес, и там ты видишь игра, и, естественно, пошло копирование оттуда, мусор повалил сюда, ну, к своей игре чужая игра пришла, пожалуйста. когда я смотрю, казалось бы, столько хороших вещей было скопировано в 90-е с запада, я смотрю и понимаю, в 90-е с запада пришло очень много материальных ценностей, но все, что касается внутреннего содержания, духовного наполнения, оно пришло, просто влилась грязь, до мелочей доходит, ну, ладно, моральный кодекс, ладно, разрушение семей, ладно, безнравственность, ладно, продажность, ладно, 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 уберем это все, закроем глаза, ну, как же, посмотрите, как выстроено общество в том же самом, в той же самой Германии, посмотрите, как, ну, возьмем пример, как там работает полиция, как там пешеходу уделяется внимание, как правило дорожного движения и ограничение скорости организовано и так далее, и человек, ого, там же круче, чем у нас, там дороги хорошие, туда, и, ну, давайте, средняя скорость по городу от 30 до 50 км в час, наложи это на Минск, и Минск станет в пробках. Видишь, когда слепое копирование, слепое копирование, как, знаешь, как вот возьми, корабль плывет, да, множество людей, и слепое копирование, это когда эта часть и эта часть, с этой частью увидели, здесь интересно, и они так, не думая, и на эту часть, и корабль, что, пошел ко дну. там все сделано для того, чтобы были роботы, вот просто роботы, которым не надо думать, не думай, за тебя уже подумали, дорожку тебе нарисовали, островок безопасности, попортили такое количество дорог. слепое копирование, слепое копирование, слепое подражание и зависть. И зависть. И вот эта зависть и двигала копированием, которое не анализировалось. При всем при этом, смотри, на самом деле, ведь как можно легко увидеть серединку, да, в Америке была такая свобода, интерес, своя игра, да, на нашем континенте была сила, тоже своя игра, но она начала деградировать, зажиматься, закрываться, прятаться. И тогда смотри, на самом деле, вот эти раскрытия границ, это же плюс, на самом деле, это плюс. Это очень большое. Но плюс когда, когда думающее существо, когда существо, которое умеет чувствовать себя, и благодаря ведь этому, смотри, образом, если взять, Америка раскрыта, да, игра, ну, то есть игра, то есть Америка, вот она, а наш континент закрыт, да, то есть зажат, и вот границы раскрываются, то есть это как выдох, а это вдох, да, раскрываются границы, и можно взять отсюда, то есть свободу, да, разумно, то есть вздохнуть, да, вдыхание свежее, и вот оно, выравнивание, то самое, что с учителями, наравне, дети со взрослым, и наравне, вот этот баланс, баланс, когда ты, благодаря вот этим снятию границ, дышишь свободно, разумно, здорово, Наташа, а если ты бездумно, знаешь, так, и высосал вот этот же, знаешь, такое, то это камнем вниз, это просто разрушение, касательно границ, там еще и прожадность, на самом деле, это уже, конечно, смотри, когда в 90-е годы, ты знала такое количество виз? Нет, никогда не было такого количества виз, а сейчас, и посмотри, они все дорожают, они наесться не могут, я вообще удивляюсь, чем более недоразвитая страна, недоразвитая именно, тем круче она подхватывает эту тему, на примере Индии, я помню, мы когда-то летали, я не помню, там копейки стоила виза тогда, и получения ее вообще никаких проблем не было, а потом, когда я увидела, как получить индийскую визу, тут без туркомпании уже нет, и она стоит таких денег, и я посмотрела, идите вы нахрен со своей Индией, и я туда не поеду, то есть, я сейчас конкретно фильтрую страны, я не хочу ехать туда, где мне надо напрягаться, и мучиться в получении визы, не надо вам, туристы, сидите вы без денег, потому что, когда страна ориентируется, вот как Малайзия, мы прилетели, мы ожидали, что у нас будет виза, я читала, что должна быть виза, а мы прилетаем, а нам, они хлоп, штамп, в паспорт идите, ни денег, ничего, спрошу я визу, и они говорят, не надо, они отменили. Видишь-ка, это... Это про разум, они на пристав работают. Это про чувство, когда ты чувствуешь, ты живешь, то есть, ты живой, ты знаешь, тебе надо в этот момент, там, то-то, это надо, это, а не надо тебе от жадности, я все хочу, все забрать, ну, и все, со своей жадностью, ты камнем вниз, валишься. А это так же само с этими границами и визами, представь, ты и я, да, и я тебе, между, у нас же два, у тебя есть свой дом, у меня свой дом. В мой дом, чтобы прийти, Наташа, принеси мне паспорт и виз. Золото кусок. Иначе, ня-ня, ты скажешь, слышь, ты, до свидания. Понимаешь? То есть, и здесь тогда уже начнет эго раскачивать, если заинтересованность... Как ты не хочешь ко мне прийти? Да, 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 То есть, ну вот оно, вот оно очевидно, понимаешь? То есть, будет либо ссора, либо ложь, которая хитрость начнет возникать, да? То есть, выгода пойдет, хитрая ход. Ну вот, ну это же очевидные вообще игры, очевидные. А когда ты делишься искренне, ты открыт, ты делишься искренне, да? Этот обмен, так же, как обмен в организме, обмен веществ, здоровый обмен веществ. Когда одна почка не кричит второй почке, слышишь ты? Я сегодня не буду работать, потому что ты вчера не работала, понимаешь? Ну, образами. Ну все, ну это настолько очевидно, вообще просто. Вот да, если посмотреть, как на организм, то, что происходит... Подожди, извини, перебью. Почки, это как Северная Корея и Южная Корея, кстати, у меня ассоциация. Вообще. Ну посмотри, как Прибалтика, да, отгородилась сейчас в Беларуси. Погранпереходы закроем. Слушайте, сразу берите лопату и копайте себе могилу. Ребята, что вы делаете? Вы же уничтожаете организм целиком. У вас мозгов нет. А самое ужасное. И типа, вы в этом виноваты, что мы вам закроем. У вас, вовсе, рассудок есть. Сами обиделись и сами наказали. И сами себя наказали. Сами себя много выстрелили. Выстрелили в ногу. А Беларусь при этом открыла все границы. Вообще. Въезжай без виз. Да, да, да. Смотри, это на самом деле насчет границ и пограничных. Это так ржачно вообще, когда ты смотришь на это. И они кричат о диагнозах. Слушай, я когда смотрю, я ухахатываю и все время думаю, блин, этот мир сошел с ума. А согласись, что самое грязное место это пограничная зона. Да. Самая низко... Частотная. Частотная. Самая низко... Уровневая. Зарезь, жадность, капризы, нервы, злость. Все, что может быть, да, вот именно вот этого низкого, именно пограничная зона. Всегда. каждый старается быть... Я тебе расскажу... Ой, расскажу тебе. Когда мы ехали недавно, значит, на... На какой-то границе. Подожди на... Да. Польша, Беларусь. И именно на стороне Польши три, там, три таких потока машин, значит, которых пропускают, три потока. И мы стали в один из них. И, значит, здесь сидит женщина, где мы... Открывает, закрывает, пропускает машины. Там я не знаю кто, но два потока тоже машин. И там, знаешь, и мы сидим так... Пять машин перед нами не двигаются. Не двигаются. Час, полтора не двигаются. Те два потока двигаются, такие же. А смотри, какая тема. А эта женщина у руля сидела. Когда к ней начали люди подходить, а почему вы не пропускаете нас, Она говорит, там переполнено. То есть, если я вас пропущу, там переполнено. Поэтому мы ждем. Я жду, когда мне разрешат, да, открыть. Или разрешат, или когда, ну, когда бы не будет переполнено. Так люди говорят, так а вот эти два потока за это время прошли. Нет, я этого не видела. Нет, я ничего не знаю, у меня там переполнено. Болтает, сидит с кем-то там, непонятно. Но ее эго, и к ней люди подходили и подходили. Потом люди не выдержали. Не знаю, куда там они обратились, да, и к ней пришел кто-то там, даже два человека подошли из службы уже. Пошел поток. Представляешь? Пошел поток сразу. То есть, ну вот, я про что говорю, поорганичная зона, это какая-то особая такая территория. Клака. Ну, те вещи, которые разыгрывались у меня на глазах, когда, вот мне надо было съездить несколько раз в Польшу, это когда, года полтора, наверное, или два назад, и когда я ремонт делала, да, и ты знаешь, я тогда смотрела, и я понимала, что на самом деле там работает недолгожитель. Реально. То есть, все, все в одной куче ложится на психику человека, и слететь с катушек, ну, это три года максимума их надо менять. Иначе он будет слетать с катушек, и дальше он уже будет в частном виде слетать с катушек. Приспосабливаться к тем условиям, а в тех условиях, ну, будет работать жадность, зависть, злость и так далее. И это уже отдельная история начинается, тогда отдельная игра. И тогда менять либо по здоровью, либо по злоупотреблению. Но это три года, и все, пошел. А иначе там психика человека не будет выдерживать. Она не может оставаться там здоровой. Она не может оставаться здоровой, да. Там нагрузка очень большая идет. И вот этого человеческого, понимаешь, внутри нет человеческого. Насчет человеческого я сейчас переведу еще на другой. Сегодня буквально мне дочка моя рассказывает, старшая, про опять-таки гимназию, да, историю. тот же учитель. Я говорю, Света, когда ты уже перестанешь приспосабливаться, я ее сегодня направила на нужные уже службы, не знаю, сделает она или нет. Суть. Женщина. Ты же мать, да, ты же женщина-мать. Заслуженный учитель, она. Ребенок, Дамир, забыл, ну, мальчишка, да, забыл кроссовки на физкультуру. И он вот в своих ботинках школьных, он пришел и говорит, у меня нет, Света сказала, говорит, так ты будь в этих ботинках и бегай там. Значит, а он болел. И вот он первый день пришел, простывший, короче, неважно, подстуженный был. Пришел вот после этого, она, наверное, пару дней его держала дома и пришел, значит, на физкультура. И он забыл эти кроссовки. И, значит, он подходит к учителю и говорит, можно я в ботинках? Нет, нельзя, у нас не принято. Не принято, то есть, нельзя у нас в ботинках, нельзя, поэтому снимай ботинки, а там пол холодный, пол холодный. Снимай и в носках. Понимаешь, и это учитель знает, что там холодно ногам, что ребенок еще кашляет, чихает. И, смотри, во-первых, там наезд был на маму, ребенку, причем, это не буду озвучивать. Значит, я к чему? Дамир приходит и говорит, мама, у меня, у него сопли опять потекли, говорит, у меня ноги замерзены в скульптуре. И когда Света позвонила, спросила, почему, да, у нас не принято в обуви. Так она говорит, Света говорит, правильно говорит, ну вы же мать, говорит, вы же женщина. Если вы знаете, что холодный пол, ну пусть ребенок тогда посидит и не занимается на скульптуре, в ботинках посидит. Все, понимаешь, солдат. Женщины нет, матери нет, чувства, я про чувства, а также и на границах тоже самое. Если смотреть комплексно, то есть запрос на игру, я защищаю своего ребенка. Да. Вот, вот это. И точно так же запрос на игру, я защищаю границу. Что такое граница, что ты защищаешь? Я защищаю, вот шлагбаум, да, я защищаю, что ты защищаешь? Но это в определенных мирных условиях, а есть, когда защищаю, да. Ну все в разумности. Все в разумности. Так надо же в разумности. Когда ты заболел, ты знаешь, что надо себя защитить, значит, ты там малинку пьешь, греешься, правильно? Да, да, да. Но ты ж не постоянно это пьешь, чтобы защитить себя, да? Все в разумности. Ну если ты будешь все пить постоянно, чтобы защитить, сразу тогда, да, да, Ну это вот об этом, все на образы, но везде человеческое чувство, везде вот это, а не приглушенное такое, я здесь на этом месте, я главный, и я буду командовать, понимаешь? И как? А вы будете подчиняться. Ну что за, где у тебя вообще, ты кому вообще, кого разрушаешь? Ну это настолько все очевидно, просто... Ну видишь, для того, чтобы это было очевидно, надо остановиться, замереть, и посмотреть на это под другим углом восприятия. восприятие. Когда, когда, сколько это лет назад, получалось, писалась первая книжка управления восприятием, вот именно по управлению восприятием, это была новая фраза. если даже сейчас гуглить, то эта фраза идет, сразу выпадает книга, потому что никто не говорил про управление восприятием. В психологии говорила про измени отношения, но изменить отношения и управлять восприятием, это разные вещи. Изменить отношения, это сохраняется объективная реальность, а управление восприятием, это ты можешь создавать субъективное. Это разные подходы, это кардинально разные подходы, просто этого вообще не было в психологии. Сейчас, может быть, уже начало появляться, потому что надо погуглить, посмотреть. Кстати, мне интересно, те темы, которые мы поднимали и наша терминология, которую мы конкретно создавали, вводили и придумали, она конкретно пошла уже копированием разноситься. Более того, к слову инфодайинг появились альтернативы. Инфодампинг, инфоджампинг, инфо еще там что-то, тоже на инг. Это называется обезьяничество. Вот оно. Та же самая история с киосками, когда посреди горы сидит восемь клуш, продающих детские игрушки. Кому ты здесь продаешь, хер его знает, но у нее когда-то купили китайцы. Вот. Вот это копирование тупое, просто тупое копирование. И когда на это смотришь, понимаешь, что либо ты будешь человеком, но тогда нужна искренность и осознанность, и тогда ты уберешь ложь, либо ты будешь копировать. Но если ты уберешь ложь, у тебя появится шанс на создание собственного, на свои собственные озарения, свои собственные открытия. Да, если ты уберешь ложь. А нет, у тебя будет только компиляция. Да, если ты уберешь ложь, то у тебя просто, у тебя не может не возникнуть нового, потому что ты же живешь, тебе же надо что-то, да? Да. Если ты убрал, честно, убрал у себя ложь, то ты будешь двигаться. А если ты прикрываешься ложью, то ты будешь копировать, копировать, копировать. И компилировать. А копирование что это? Разрушение. Это размножение, размножение. Что, да. Я очень помню хорошо вот эти время ларьков, да. Очень хорошо помню. Когда, ой, а сейчас это видно на рынках, другой расскажу. Ларьков, да, когда вот появился один ларек, да. Я же помню хорошо. Там через какое-то время, видя, что там очередь выстраивается, да. Все, как только пошла очередь, уже здесь 10 поставят ларьков. Понимаешь? И все. Ну что ты за, понимаешь, копирование. Так а на рынок приди. Вот просто на обычный рынок. Палатки, 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 да. И посмотри, вот оно же сразу чувствуется. В эту палатку зайдешь одно и то же, в эту одно и то же, в эту. И друг у друга. Вот если кто-то привез что-то новое, через, и это не, знаешь, так, и все так такое чувство, все это всмотрят. Пошло. Фу, через неделю в каждой палатке это же. Понимаешь? Мозгов нет. Своих нет вот этого. А есть только копирование. Так мы, кстати, и ржали, когда были в Камбодже. Там магазинов, вот, чтобы купить одежду, купить сувениры, какие-то промышленные вещи. То, что ты мог бы привезти сюда подарок какой-то, да. А на побережье этого нет. Потому что китайцы только едят и мусорят. Точно так же и корейцы едят и мусорят. И у них кафе, 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 забегаловки с едой. А магазинов нет. Мы нашли два магазина всего. И если тебе там надо какая-то шмотка там на пляж сходить, то ездит такая тарантайка, на которой висят их эти вещи, но очень низкого качества, с перевернутыми рисунками, с кривыми швами, да. Но вот это, во всяком случае, задницу прикрыть будет чем. Это вот все, что ты можешь там увидеть. И при этом очень много, кто ездит прямо на тарантайках, разводит еду, этих тараканов, кузнечиков там или сверхуков, хрен его знает. Только жуй. Вот все, что везут, все на еду. И Дима сидит, говорит, слушай, может, подкинуть им бизнес-идею, но сделайте хоть один магазин сувениров. Ни одного магазина сувениров вообще. Вот представляешь, чтобы на побережье не было магазина сувениров. Потому что просто тупое копирование. Что есть, то скопировали. А если не было, скопировали, не скопировали. Думать не надо. Взял и скопировал. Ну, это вот, кстати, к нашему континентику очень хорошо относятся. Думать не надо. Взял и скопировал Америку. Все. Ну, это в глобальном таком. Да. И вот Черниговская говорит, развивай нейронные сети. Точно. Вот оно. Вот оно, бездумно. Бездумно. Приспосабливайся. Копируй. И не будь собой. Не будь создателем. Я думаю, пора все-таки это... Пора поставить перед зеркальцем. Пора. Перед собой. Перед собой. Ой, пора. Продолжение следует. Пора. 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 Субтитры создавал DimaTorzok